здравствуйте вы смотрите программу разговор по душам с вами в студии я елена бубнова и врач психотерапевт алексей зотов алексей здравствуйте здравствуйте елена предоставляю вам право приветственного слова для наших телезрителей как воспользуюсь правом уважаемые телезрители приветствую вас в нашей очередной передачи которая регулярно выходит по вторникам мы обычно стараемся присутствовать живьем и кажется у нас это получается и мы ждем каких-то ваших вопросов может быть историй ну я жду точно потому что вот сейчас перед эфиром я думал что это каждый раз для меня интересное какое-то место вот на этом стуле то есть с одной стороны мне нужно может быть вспомнить или придумать какой-то вопрос или какие-то вопросы темы которые я бы хотел у самого же себя и спросить то есть задать себе какой-то вопрос и себе себе же самому ответить при этом ответить на таким может быть образом чтобы мне самому было интересно то есть в том плане что это же вопросы о практике о вашей или это же не вопросы о самом себе или нет это вопросы о практике в основном да они то что то о чем мы с говорим она коренится в практике ну и в теории психотерапевтической практике но поскольку я практику обдумываю и за пределами эфира то на какие-то практические вопросы я уже себе дал ответы до эфира и когда эфир наступает то повторять эти ответы не очень интересно то есть приходится рассуждать мыслить прямо в процессе как говорится не всегда это получается внятно и может быть последовательно или результативно иногда какие-то меня соображения настигают после передачи я думаю вот еще вот это можно было бы сказать или вот я ходил вокруг там какой-то идеи но так и не вырулила это может быть было важно но вот я не знаю в этом смысле насколько я надеюсь что наши зрители тоже размышляют в процессе нашего с вами разговора вот и тогда мне кажется только тогда это может быть продуктивно мы две-три передачи последние по моему посвятили дефициту веса да или анорексии про которую мы не хотели назвать этот диагноз есть что-то добавить к этой теме или перейдем к дальнейшим разговорам по душам я думаю что мы можем перейти если нас не остановят зрители я надеюсь что они нас остановят и зададут какой какие-то другие вопросы потому что ну вот резюмирую эту мысль предыдущую которую я тут озвучивал на это интересное но иногда как это сказать однообразное занятие самого себя спрашивать и самого себя самому себе отвечать да мне хочется вас привлечь хочется привлечь наших телезрителей поэтому если у вас есть какие-то соображения комментарии вопросы по теме у нас нет как таковой темы я думаю что вы это для себя как-то заметили мы в общем пытаемся не столько даже о психологии говорить или психотерапии хотя об этом тоже есть поскольку я носитель психотерапевтической практики до какого-то опыта психотерапевтического что для меня ценно в этой передачи мы стараемся идти от ну бытовой феноменологии скажем так то есть от каких-то бытовых событий которые есть не квалифицируя их заранее то есть не распределяя их по симптомам то есть человек звонит например и говорит я не сплю то есть мы не я стараюсь не переводить это сразу вопросы бессонницы и дальше по как это по схеме да ну потому что понятно что делать с бессонницей мы пытаемся на уровне вот этого феномена остановиться и как-то обсудить по крайней мере так было в прошлых наших передачах и я думаю что так будет в будущих там где будут звонки да и собственно с весом была та же самая история почему да как как это понимать вот это и есть такое обмысливание до того что происходит без спешки катерик категоризации каких-то выводов диагностирование выдачи рецептов на лечение и так далее поэтому разверну это и ответ на ваш вопрос да наверное мы можем двинуться дальше мне тоже нравится наших программах где мы действительно не делаем каких-то выводов а иногда некоторые вопросы оставляем в подвешенном состоянии но как мне кажется мы даем возможность нашим телезрителям подумать поразмыслить подискутировать может быть и заочно с нами но тем не менее выработать какую-то свою позицию и какое-то свое мнение одну метафору добавлю метафора готовки еды очень хорошо подходит к психотерапевтической практике не буду говорить почему она периодически встречается но вот это вот пригласить на кухню там где делается да причем не всегда если мы вспомним некоторые передачи посвященные еде это анорексия еда вот я думаю сейчас это как-то связано да где ведущие приглашают гостей или еще кого-то звезд до людей в передачу они вместе готовят на кухне но в итоге получается какой-то продукт который надо увидеть который надо попробовать посмаковать ну и как говорится историю завершить перейти к другому продукту у нас с вами на мой взгляд не всегда есть готовый продукт и мне кажется что это более честная ситуация более честная по отношению к реалиям в реалиях по крайней мере психотерапевтической психо практике и психологического консультирования готовый продукт есть не на каждой консультации если происходит ну такая серьезная личностно ориентированная работа до или консультирование если это не касается ну там практике условно советов расскажите что вас беспокоит я вам расскажу как дело я выдам вам готовые блюда вот вот на кухне примерно так психотерапевтическое происходит и те кто уже ходят имеют психотерапевтов психологов кто находится в этом процессе они об этом знают а те кто может быть смотрят и не знают об этом может быть планируют или вообще им интересна эта кухня в данном случае в кавычках вот примерно так и происходит да то есть что-то что-то как-то обмусоливается обдумывается с разных сторон осматривается и и этот готовый продукт он вот где-то там впереди и он у каждого свой может быть алексей хочу предложить сегодня поговорить вам на тему которые мы касались вот за последние сколько мы уже два два с половиной года наверно делаем эту программу когда мы говорили о молодых о студентах которые теряют смысл жизни и смысл своих каких-то действий поступков не столько теряют сколько мы говорили не находят не приобретают не обнаруживают да 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 я сейчас читаю книгу одного из зарубежных психологов книгу которая как раз посвящена периоду от 20 до 30 лет и там в примерах описываются истории ну только вот зарубежных да сверстников с чем они сталкиваются какие-то похожие вещи с нашей российской действительностью я встретила какие-то ну совсем разнятся не буду их касаться один из посылов этой книги что молодежь в этом возрасте от 20 до 30 не находя себе какого-то применения должного на их взгляд вот считают это кризисом идентичности при этом автор говорит что они не замечают как они в этот период наоборот накапливают капитал идентичности которая им поможет в дальнейшем реализовать себя как вы думаете ваша точка зрения какая что это все-таки кризис или это капитал и если это капитал то как научиться этот капитал собирать как научиться его видеть ну если оставить за кадром обсуждение слово идентичность потому что его тоже можно понимать по-разному и допустим сегодня пользоваться такой такие так такой интерпретации этого слова как то есть то как я сам себя мыслю то как я сам себя определяю то кем я себя считаю да то есть то что идет или то что упаковано в эту букву я вот если мы это я распаковываем и смотрим что там находится в этом смысле может быть капитал сюда подходит да или нек некий багаж такой да багаж я то есть если я это некий ящик некая коробка какая-то некое вместилище некий сосуд да человек сосуд чего-то да то мы когда заглядываем внутри себя мы этот багаж и находим ваш вопрос вероятно об этом вместилище об этом багаже первое о чем я подумал когда вы спросили вероятнее всего наши телезрители вы может быть себя тоже вспомните в этом возрасте я думаю что быть 20-летним 18-летним подростком и хотеть вещей несопоставимых с реальностью это абсолютно нормально но еще и хотеть изменить мир ну я про это и говорю да весь мир лежит у ног все дороги открыты но если мы говорим о таком восторженный идеалистическом варианте который мне кажется до сих пор присутствует и слава богу присутствия я помню что по крайней мере когда я выходил из школы я слышал примерно такие фразы что перед тобой лежат все пути там все дороги да становись кем хочешь я полагаю что сейчас нынешние выпускники школ там училищ может быть да примерно такое слышат может быть они слышат чего-то другое но они сейчас как мне кажется более информированы мы-то с вами выходили со школы у нас не было интернета и не было доступа к информации как сейчас есть у современных 18-20 летних и может быть вот этот множественный выбор он тоже тормозит я думаю что нет я думаю что главный капитал людей двадцатилетних это большое количество разочарований при большом количестве может быть каких-то успехов удач это некое большое некое количество разочарований по поводу чего-то по поводу того что например по поводу того что какие-то вещи какие-то и не вещи не решаются так быстро ну например девушка которая мне нравится я не смог быть с ней и она не смогла быть со мной хотя фантазировалось что у нас будет все замечательно да и что-то там пошло не так то есть разочарование в отношениях разочарование в отношениях я буду пальцы загибать что я быстро найду работу начну зарабатывать и вести самостоятельную жизнь и оказывается что это не так быстро случается что или я начну путешествовать ездить по всему миру или я буду ощущать себя свободным и буду спать сколько захочу потому что в школу надо было просыпаться в 8 утра и так далее и так далее то есть масса каких-то вещей которые ну мы может быть по привычке называем таким юношеским максимализмом чем-то таким что заставляет глаза 20-летних ребят и девушек ну гореть ну тогда и разочарование тоже гореть огнем происходит на максимуме то есть на отметке максимум если уж разочаровываться то по полной программе ну не знаю может быть я думаю что это зависит от истории к историю представить что двадцати там двухлетний например парень целиком разочаровался в любви или в своих способностях ну я думаю что такое есть но это крайние скорее варианты он будет пробовать но вот этот капитал о котором вы спросили это может быть капитал состоящий из как это может быть непарадоксально звучит не из того что получено а из того что утрачено то есть я думаю что капитал может состоять из потерь из потерь из неудач из ну тогда это нужно внутри себя как-то перестроить и воспринимать даже потери и неудачи именно как капитал а не как у меня все плохо ну собственно в основном как это сейчас модно позитивное мышление ну есть для меня все таки границы между позитивным мышлением если взять его в кавычки позитивным ну или там сверх позитивным карикатурно позитивным да и позитивным мышлением которое равно оптимизму да но все равно все получится то есть позитивное мышление это когда человек не замечает может быть позитивно я иногда такое слышу что оно может быть таким что человек иногда не замечает каких-то вещей которые стоит заметить сейчас мне трудно какой-то привести пример но может быть он догонит да иногда мне кажется что вот ну за примером сейчас да заминка что вот люди в таком позитивном ну не знаю там нету и хорошо да это что позитивное мышление или там ну и не надо да мы расстались ну и не надо не больно то и хотелось не больно то и хотелось да значит вот что-то не получилось с этим человеком значит он меня не достоин значит я там лучше и так далее ну может быть я карикатурно это позитивное мышление да вот есть оптимистичное мышление мне больше наверное такой вариант нравится вот и то о чем вы спросили это каким-то образом перерабатывается безусловно и наша культура и в широком смысле и в узком смысле людей которые окружают находятся рядом с этими двадцати тридцатилетними вообще это большой очень срок за двадцати до тридцати лет ну допустим с двадцать лет человек поступил находится на втором курсе университета а в тридцать лет например он уже семьянин у него пятилетний ребенок ну потому что в двадцать пять он вступил в брак и в тридцать лет у него уже есть работа то есть у него есть семья ну такой нарисуем да вектор и в этом смысле тридцати двадцатилетние люди ну сильно могут отличаться ну потому что они организовали в течение жизни так вот возвращаясь и культура помогает переработать и близкие помогают справляться с этими неудачами потерями собственно это и есть время продолжающиеся время соотнесения своих сил с реальностью да ну с тем как как и что можно организовать как и что можно попробовать и я то есть любая утрата неудача это некий опыт где человек сам себя занимается самоопределением и понимает где он может один справиться где ему нужна помощь других и может быть да он задается вопросом а умею ли я просить помощи у других масса вопросов да масса вопросов и если говорить об идентичности но вообще на вот этот вопрос кто я люди же разных возрастов отвечают да и способны отвечать я думаю что и дети на этот вопрос отвечают ну как то не думая знаю они как то отвечают да и 50 и 60 лет не отвечают то есть вероятно вот этот возраст выборы выбрали как очень такой горячий и очень вовне заметный то есть мы может быть видим этих двадцати и тридцатилетних людей да если детей мы не так видим ну потому что они где-то в школах в детских садах и ареал тех ареал их обитания не очень широк то люди двадцати-тридцатилетние это люди живущие может быть на весь мир то есть мы о них можем знать потом в сорок в пятьдесят уже потихоньку это тоже ну так притихает да и люди уже как то еще больше с границами мира и со своими собственными желаниями ну может быть разобрались и притихли да там пятидесятилетние двадцатипятилетние это разные люди вот поэтому 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 я завершу мысль да я сам себе может быть задался вопросом почему именно выбран этот промежуток я думаю что он просто самый видный для ну потому что в это время люди вовне больше всего обращены в социум я имею ввиду ну самый видный и к тридцати годам в основном люди склонны подводить уже какие-то итоги о своей жизни ну по крайней мере итоги своих надежд мечтаний которые были у них там восемнадцать девятнадцать до поступления в институт и в институте и вот они оглядываются и смотрят возможно в тридцать лет уже происходит этот разрыв какой-то среди ровесников где одни женаты у них уже дети пятилетние а другие вот нет семьи и не знаю они по-прежнему продают кофе в кофейне хотя кто-то уже там занимает посты и решает какие-то задачи серьезные на своем рабочем месте может быть Елена одна из важных одно из важных ощущений или мировоззренческих приобретений людей этого возраста может быть такое вывести сейчас соревновательную ситуацию сравнительную ситуацию описали где мы себя друг с другом сравниваем вот что я в свои 50 50 ну условно 50 да достиг и что другой 50-летний что я в свои 40 и что другой это как будто продолжение идеи школьной институтской где мы сравниваем оценки где всем раздают тетрадки учительница да и мы друг другу заглядываем а тебе чего поставили за то сочинение или за ту контрольную которую конечно Алексей соцсети у тебя все хорошо ты получил столько-то лайков да а я вот что-то опубликовал мне лайков не поставили значит у меня еще тетрадка не со всеми пятерками мне не повесили звездочку на нее вот и может быть это как раз время хорошее оно всегда есть но может быть это хорошее время потому что оно ну если не в самом начале то в первой третьей жизни по крайней мере еще располагается время когда человек молодой соотносит себя не только с количеством лайков у другого и с пятерками у другого и чего он должен был к этому возрасту достичь и он встречается выпускники школ встречаются через там пять семь лет десять лет да и ну это такой смотр ну кстати двадцать восемь лет двадцать семь это как раз встреча выпускников десять лет после школы ну вот я говорю да это такой смотр у кого чего произошло кто-то уже умер кто-то уже стал большим начальником или богатым обеспеченным человеком так я веду к той мысли что на это хорошее время чтобы нащупать я думаю это тоже капитал идентичности относится уверен нащупать мне нравится это выражение услышать звук других барабанов то есть ну своих каких-то внутренних барабанов то есть это не только ну наверное важно для того чтобы как-то в социуме решать те задачи достигать тех целей и так далее и так далее важно себя соотносить с другими людьми это безусловно но не слышать своих собственных внутренних барабанов мне кажется это может быть время как раз когда подрост ну уже не подростки а молодые люди посильнее потоньше эту свою чистоту ну находят и слышат потому что если они не слышат то очень сложно социум предлагает как вы говорите много дорог и на них можно потеряться и куда-то толкают родители куда-то толкают сверстники там человек говорит а вот я пошел в этот институт пошли со мной ну я пошел вместе да с кем-то интересно да из книги вспомнила мне просто эта мысль очень понравилась я даже свои какие-то судьбоносные поворотные моменты пересмотрела и согласилась с автором она говорит о том что в этот период от 20 до 30 лет очень большое значение имеет так называемая сила слабых связей о чем речь что и по данным исследований различных и разговаривая со своими клиентами пациентами автор тоже приходит к этому выводу что судьбоносные вот какие-то повороты в жизни часто происходит при участии не близких друзей не родственников хуже когда человек родственники трудоустраивают куда-то он быстрее выгорает или вот он с друзьями вместе варится то есть вот этот социум который уже сплоченный такой коллектив вокруг человека складывается он наоборот его тормозит а случайные люди где не знаю он случайно заговорил с кем-то в кафе попили кофе что-то там решали какие-то вопросы этот человек через два года предложил новую интересную работу у меня в свое время так на телевидении одна курсница с которой я вообще практически не общалась но я попросила у нее списать лекции и когда я возвращала эти лекции она мне спросила не хочешь ли ты пойти поработать на телевидении я думаю что в этом возрасте явно слышится соблазн ощущается соблазн улизнуть с центральной протоптанной дороги улизнуть на какую-то второстепенную дорожку с накатанного шоссе свернуть что это адреналин я думаю что нет я думаю ну и адреналин тоже и когда ты стоишь на накатанном шоссе и смотришь вперед ты видишь может быть на пять километров ну встаньте на обычную дорогу ты на пять километров видишь вперед чего там происходит сверни с шоссе на проселочную дорогу там триста метров не видно что тебя ждет и это и адреналин и очень трудно может быть жить на так я скажу да на том участке трассы где все глазами видно ну как будто все определено где люди вокруг обременены опытом проживания и жизни именно на этой дороге на этой трассе куда-то доехать и только там все начнется ну то есть нужно получить образование потом еще что-то и так далее а сверни на проселочную дорогу ты за может быть застрял если ты едешь на машине где-то через сто метров либо если ты идешь пешком там уже появилась земляника или еще что-то то есть вот она жизнь очень быстро начинается и в этом плане вот эти слабые связи для меня ассоциативно похоже на эти проселочные рукава и маленькие дорожки да тропинки еле протоптанные или почти не протоптанные которые ну не то что тянут а на которые люди ступают и оказывается что их какая-то судьба призвание или какие-то важные вещи моменты события случаются именно вот вне этих хожаных трасс и я думаю что тем более люди сошедшие с огромного автобана под названием школа такой десятилетнего движения да и предполагающие что впереди еще пять лет института а потом еще что-то ну какие-то следующие трассы накатанные вот иногда остаются на этих трассах иногда вот куда-то сворачивают и это замечательно и не случайно вы пример приводите я знаю массу примеров когда люди улизнули свернули ну как казалось бы может быть изначально не туда ну потому что им и родственники говорят куда ты пошел да или вообще что это за человек мы его не знаем кто там тебя куда-то позвал и что это за профессия что это за профессия что это за компания вообще кем ты будешь ну это хорошая хороший вопрос людей стоящих на трассе они мчатся и говорят ты вот сейчас застрянешь тебе придется нас догонять и это ну так и выглядит изначально но глазами того кто свернул это выглядит совсем по-другому но иногда конечно приходится разочаровываться в этих съездах приходится ну но как минимум разочаровываться в съезде но не в жизни да потому что жизнь там начинается очень быстро почему-то мне вспоминаются биографии разных писателей где родителям говорили что ты собираешься писать книги как ты собираешься кормить семью ну писатели музыкантов да и вот эта обеспокоенность как ты будешь она вот такая очень иногда давящая на людей да иногда очень сильно как будто их подталкивающая к чему-то спасибо алексей за сегодняшний разговор спасибо нашим телезрителям что смотрели нас будьте смелыми шагайте и по проселочным дорогам в том числе всего доброго вам до свидания